Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях Надежда Базякина, человек, который, в общем-то, первым в Рязани решился открыть благотворительный магазин. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Если можно, расскажите о том, как вы пришли к такому намерению, к такому решению, с чего все начиналось. Это очень долго начиналось, и это не сразу была идея, появилась создать благотворительный магазин и социальный бизнес. Мы этого всего не знали, потому что в России этого нет ничего. Но сначала я работала, работала наемным рабочим, можно так сказать, сотрудником. И потом как-то вот пришла к мысли, что пора уже как-то обозначиться себя как индивидуальный предприниматель. Вот. Некоторое время я не работала, занималась дома какими-то, вот мы с мужем мониторили волонтерские группы рязанские в социальных сетях. И как бы смотрели посты и оказывали просто посильную помощь. Вот. Посильную в плане не материальную поддержку, а что-то кому-то перевести, что-то помочь. Там ремонт инвалидной ЦП мы делали, в Шилово ездили. Вот. И как-то вот все лето прошлое, вот, в прошлом году мы ездили, все вот это делали, помогали и поняли, что у нас появилась отдельная статья расходов. И нужно под нее подписывать, создавать отдельную статью доходов. И вот тем самым появилась идея создать обычный коммерческий проект, магазин по продаже хендмейда, рязанских мастериц. То есть изделие ручной работы рязанских мастериц. По такой счастливой случайности я узнала о программе. У нас есть государственная программа поддержки малого бизнеса в России. Это программа «Ты предприниматель». И у программы «Ты предприниматель» существует несколько разных проектов, то есть образовательные курсы. И вот я поступила в прошлом году осенью в такой вот один из образовательных курсов в школу молодежного предпринимательства. Прошла этот курс, он длился полтора месяца, с небольшим два даже. Вот. Очень много нового узнала. И вот непосредственно в этой школе молодежного предпринимательства я, разговаривая, общаясь с людьми, узнала о проекте социального бизнеса, о магазине «Спасибо» в Питере. То есть четыре года назад открылся в Питере «Секонд-хенд», «Спасибо», первый благотворительный магазин в России. Первый, единственный он был. Вот. Сейчас они уже так хорошо развиваются. И все это обдумывая, я решила, что тоже будем себя позиционировать как благотворительный магазин. А что такое благотворительный магазин? Благотворительный магазин, это такой, у нас в России конкретно, это обычный коммерческий проект, который позиционирует себя как благотворительный, потому что отдельных, как бы, статей у нас в законодательстве, у нас в российском нету, как бы, особых условий никаких для социального предпринимательства. У нас даже не существует, как бы, понятия социального предпринимательства. Поэтому это обычный коммерческий проект, который также направлен на получение извлечения прибыли и передачу этой прибыли на благотворительность. То есть мы, в свою очередь, вот открываем 1 марта благотворительный магазин уже по продаже «Хендмейт», как это изначально было запланировано. Но позиционировать себя будем как благотворительный, нести эту идею в массы и отдавать всю свою прибыль на благотворительность. Мы будем сотрудничать первоначально с фондом «Наши дети», Рязанский фонд «Помощь детям с инвалидностью». Вот, а дальше, дальше как пойдет, дальше, возможно, будем оказывать точную поддержку. Знаете, вот ты наверняка же изучала и историю вопроса, и то, каким образом обстоят дела с социальным бизнесом на Западе. Вот у них это более распространено? Да, абсолютно точно. В Европе и во многих странах мира вообще уже более 70 лет существуют благотворительные магазины. Это является абсолютно нормальным бизнесом там. Это всячески поддерживается государством, вплоть до того, что их освобождают от уплаты налогов, чего у нас нет в России. Их поддерживает государство в плане до 80% арендной платы, оплачивается, например, вот в Великобритании, если люди открывают благотворительный магазин. Во-первых, они это оформляют уже по закону, что это социальный бизнес. У нас тоже такого нет отдельной в законе какой-то ссылочки. И всячески это поддерживается государством, и они вправе оставлять две трети прибыли себе, а одну часть прибыли они отдают на благотворительность. Вот таким образом. И то есть в Европе это очень популярно, очень-очень много существует благотворительных магазинов, и работают они давно. И самое главное, это является нормальным бизнесом. С твоей точки зрения, в России сегодня это нужно? Я имею в виду благотворительные магазины и может быть какой-то пересмотр законодательства? Вот в последние годы, тоже слежу за этим, но мне кажется, это очень актуально стало, потому что все больше у нас появляется группа добровольцев. То есть раньше это были какие-то там волонтерские отряды, которые просто там создавали какие-то группы и преследовали такую цель социальную, помощь кому-то. А сейчас у нас все больше создаются, то есть эти волонтерские отряды, они уже начинают образовывать какие-то группировки людей-добровольцев по два, по три человека. И они организуют фонды. Вот это единственное, что у нас можно в России сделать, это организовать фонд, зарегистрировать себя как НКО, некоммерческая организация. И опять же там без всяких поблажек, просто собирать средства с населения. То есть как бы путем пожертвований ведется сбор средств, и также все это идет на помощь людям. На сегодняшний день в России только в Питере, но теперь у нас в Рязани будет такой магазин, больше нигде? В Москве были попытки создания чарити-шопов, ну этого европейского благотворительного магазина. Один, по-моему, два года назад открылся лавка радости, если я не ошибаюсь, что-то у них не пошло, они закрылись. И сейчас есть еще один какой-то в Москве проект, и скорее всего он действующий. То есть я так полагаю, вот по моим данным, то, что я мониторила в интернете, у нас на Россию, на всю нашу большую страну два благотворительных магазина. Вот, ну, можно сказать, даже вот один, я больше так думаю, вот этот магазин «Спасибо» в Питере. Вот у тебя, получается, совсем-совсем скоро уже открытие магазина, да? По твоим внутренним ощущениям, с какими еще трудностями тебе предстоит столкнуться? Ну, в связи с тем, что у нас нет никаких особых условий, поблажек от государства, никаких ни скидок, ничего, самый большой мой страх – это большая статья расходов при открытии магазина, это арендная плата, конечно. Вот, хотела я сначала, может быть, каких-то льготных условий просить у арендодателя, но так пока и не осмелилась, потому что, ну, вероятнее всего, что нет никаких льготных условий. Вот, должно же государство эту поддержку вот эту оказывать, так как оказывают в Европе 80% арендной платы, если им оплачивают, как бы у них все гораздо легче и происходит. У меня самый большой страх вот это. Ты решила, что благотворительный магазин будет по продаже хендмейд, да, то есть вещей, которые делают наши рязанские мастерицы. Почему именно такое решение, с твоей точки зрения, будет популярно среди населения? Я думаю, да, хендмейд сейчас набирает вообще невероятную популярность с большой скоростью. Все чаще проводятся выставки, ярмарки, продажи у нас в Рязани. То есть, если два года назад они проводились там пару раз в год, сейчас уже, я так смотрю, ну, раз в месяц это точно проводятся выставки, продажи. Всякие всевозможные ярмарки в кафе, в торговых центрах, еще где-то. Вот, в феврале, по-моему, две или три выставки было. В марте вот планируется тоже там в Малине еще где-то выставки. То есть, хендмейд очень популярен. А почему я выбрала продажу хендмейда? Ну, потому что первоначально я как бы планировала создать обычный коммерческий проект, не благотворительный, а уже там от себя вот эту прибыль как-то направлять в нужное русло. И почему хендмейд? Потому что у меня есть очень много знакомых, которые сидят, например, сейчас мамочке дома в декрете. И они не работают. И они себя, чтобы как-то обеспечить, занимаются там изготовлением украшений, мыловарением. То есть, всевозможная вот хендмейд, всевозможная ручная работа. И продают они свои работы посредством социальных сетей. И очень там такая ситуация плачевная. То есть, это несколько заказов в месяц, это деньги, это или не деньги. И я решила организовать для них стационарную точку. То есть, это еще и огромная поддержка рязанским нашим мастерицам. То есть, вот их работы, они должны лежать на стационарной точке продаж, я так считаю. Взамен китайским каким-то изделиям бижутерия вот эта вот ширпотребная. Все-таки изделия ручной работы, в них вложена как бы и душа мастера. И мастер, делая изделия на заказ, либо просто вот какой-то по индивидуальному эскизу на продажу, он же вкладывает всю душу и очень-очень качественные работы, во-первых. Очень качественные, которые не уступают ни по своему внешнему виду, ни по качеству китайским украшениям. То есть, я хочу нести в массы то, что рязанские украшения, то, что у нас в Рязани есть очень много качественных дизайнеров, я их даже так назову, авторов ручной работы. Ну что ж, Надя, спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла. Мы желаем удачи тебе в твоем проекте. Надеемся, что все у тебя получится. И, может быть, кто-то из наших телезрителей тоже задумается над тем, что в России все-таки нужно развивать социальный бизнес. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин